я зажигаю все тут теперь пошло уже горит вот так это нас галанка есть но случилось такое вот это вот плита ну и кошки знают на плиту она никогда не станет ну вот это вот вот это вот коварная она гоняет другую и вот это вот разогнала она мать вот это вот мать ее и она разогнала и теперь смотря на что сделал у ней маленькая наступает нет и вот это вот бежать от него прыгнула и прямо на эту вот а плита красная ужас один как она а в это время мы тут запись запись вели володя только увидел вот она вот вот он и показать как она прыгает на это на ноге смотри нога вы не видишь нет докажи давидовин левая передняя нога на весу не висит это она уже дня 4 вот она скачет на одной ноге я мазью мазал то другое но повредила очень сильно вот лишь как это а чтобы не получилось этого что мы сделали я до этого неоднократно говорил но не с места говорил но не с места оказывается на все таки приступить к делу мы вот что сделали вот это железная плита такая вот железная очень крепкая жизнь вот так вот как только затопили тут что убрали и теперь вот сюда вот так вот поставили вот это вот все закрыто почему раньше мы этого не сделали вот менталитет русского мой муж все он очень секундотека и он не выжаливался садовин левого поводу и как бы спросил стратегия виталевались ответы он и он выжаливался садовый менталит галкуетовым он виталевался он у жалей на вашей жалей по санаме это выше оно среди 2 2 3 3 4 4 5 6 6 2 4 4 4 4 5 5 а не знаю еще пряталась от нас а от нас пряталась а еще прятаться-то и никто не вон она вон она вон буска рыба маска буска рыба вот она тебе иди скорее русская ну-ка иди скорее ой тут рыба лежит бесполезное дело ну придется взять его куда иди сюда вкуснее большая как кошка настоящая скоро полгода ей будет ну-ка давай-ка ну-ка попробуй посмотри рыба будешь нет ли какая рыба большая голова вот она все но я теперь я тогда прикрою ну вот так дело я показал как как виноваты ну и получается так у нас уж я не буду говорить убери это отсюда мы спим вот на трех этажах вот сегодня утренняя у нас была программа такая где-то я сплю очень чутко ну а кто на втором этаже на третьем я им говорю вы так поднимаясь вот вечером допустим я все на только уснул один залазит вот так вот на раз может быть не так а я сплю дернулся уже проснулся тогда сон пропал тем более когда в натяг идешь да еще тут приболел маленько где-то утром опять я думаю спускает кто вверху могут на это дело какого оттолкнулась я говорю ты когда спускаешься разумше так ты сделай так вот вот так вот ступай вечером аккуратно вот так вот и потихоньку вот на этот краешек вот вот к этому вот столбушку и тогда поднимайся чтобы не дернуть проходит день два опять та же самая история и мне припомнилось следующее это менталитет так называемый я служил николаевский на амуре такой старинный город хорошая многое вынесли у нас был начальник капитан ну видно что не военный маленько такой сутуленький какой-то был ну хороший просто и он говорил вот тут говорит были в этом казарма большие сохранились еще те царские казармы полы деревянные на втором этаже и когда японцы а отбывали в плену они здесь говорит и они говорят сразу затребовали цемента чтобы было но пришлось дать говорит я не тонким слоем все затянули пол деревянный сверху цементом а сверху они сами связали салон бы там еще укрепки такие горциновки получались из циновки пыль проваливается там ее не поднимут она как матрасик такой все стерли влажной тряпкой ничего нет пыли никогда нету но мне запомнилось следующее и вот он говорит вот у нас в увольнительный вчера солдат уходил ну да а я как раз живу в этой казарме то и он говорит ну и как он да как пришел то что он еще увольнительный опоздал его накажут но он выпил теперь ему надо всем показать какой он богатый кондрат и он начинает буянить а в казарме 470 человек 470 это огромные казармы такие были и я начинает булгарщить а люди уж спят уже уже 12 часов ночи и он всех на ноги поднимет ну и ему да ванька ложись спать никаких ему надо показать какой он герой вот там провожал девку и девка такая податлива было ему надо все рассказать и он говорит сейчас я фамилии он не могу сказать и он говорит а вот как японцы вели себя и вот они возвращаются с работы а один их сака лежит больной так они говорят по этим который как матрас они из соломы толстые говорят такие сделаны были сыновки они по ним ходят на цыпочках буквально 400 человек один больной и они его стараются не разбудить вот это менталитет нам никогда не стать такими людьми потому что в детстве это заложили никого не видит ну еще особенно ну дергал я ну ты проснулся но еще это твои вопросы вот поэтому такой недружести народ и русских нигде не любят это то есть хамьё хамьё всегда это как правило младше по отношению к старшим сказать или не сказать а ему нужно нету а я прямой да не прямой ты горбатый какой ты прямой прямой от марии кирис кладовская между прочим лоберская премия присваивается один раз два раза не присваивается но были исключения уже наверно около трех раз были и первые из них которые сделали исключением мария кирис кладовская но речь шла с радио и она говорит я горит сижу занимаюсь а тут китайские студенты китайские в то время я только по глазам могла определить что они не согласны со мной по глазам вы говорили японские я про японские я говорю сейчас мне не японцы я я ушел в другую область об японцах я рассказал мария кирис кладовская француженка и вот пьер там я не знаю кто муж был точно также лауреат нобелевской премии и студенты то могли бы китайцы это спорить нет я они согласны и не согласия выздавала только по глазам это сейчас такие китайцы то другое раньше было как вот они борются двое а император сидит ну конечно я не император сопливый платочек и он смотрит они борются между собой бросил платочком махнул что борьбу закончить я увидел одного в глазах у него жесткость появилась ну там у федора мельяненко вот его сразу бы убрали оттуда другой там александр вообще это так уголовник отсидел или майкл тайсон он секунды бы его не допустили ты должен победить но не иметь ненависти к врагу и за этим наблюдал император вот как люди умели жить так это же борьба в борьбе и уважение к врагу и китай то был другой но так а зачем это говоришь к жизни на так называется экстраполяция событий перенос на сегодняшний день вот она кошка загнала ее туда правильно сделала неправильно вот она стоит но ногу видишь это левая нога передняя она залезает ее теперь она осторожно идет и мы закрыли там вот она нога был бы не приверженную вас и бы мы все это предусмотрели сейчас она выйдет вот показано посмотри уже начинает шевелить этой ногой но она на весу еще висит этого я загнала вот это белая вот это вот вот коварная такая коварная она хорошая кошка насчет знает за что она так ее не любит а то мать и вот она гляди нога у ней на весу обожгла на раскаленную плиту вскочила вот она видит вот видите как она ведет себя она такая нежная кошка я ей говорил когда она это воспитывала это подойдет у нее отберет я вот почему я позволяю что лапой по морде бы ее нет это и дальше она любит рыбу рыба особенно шарина это это соскочила берет ата сразу отошла в сторонку села и сидит смотрит до ребенка разве может так устанавливать это такую установку он должен понимать равноправие забота о ближних или где-то не знает этого а это вот она сидит загнала ее а раз с испугу то кинулась и она бы никогда на это не видела очень осторожны и виноваты всегда виноваты мы сейчас она прыгнуть даже на победе вот она одну ногу держит на весу опереться нельзя так видите вот сколько примеров которые вокруг нас среди животных мы нашли много фильмах как отзываются вот я припомнил этого капитана и он говорит приходили баржи а то отец ему рассказывал с кирпичом и баржа кирпич это не вагон там состав может быть сколько много барша огромные морские баржи кирпичи они красные такого цвета было ни одной трещины нет никак сегодня в руках рассыпается и если только раз при разгрузке ударили и кирпича 2 разбилась а то хозяин этого завода договариваются эти половинки не надо показывать никому вот она на весу ногу держит дальше люди на нога висит вот она да миленькая хорошенькая кошечка такая моя любимая в одной библиотеке мыши заедали ее туда попросили она там целый год на ради журила вон она где ты туда охота к тебе к ней ну давай 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 сюда о-о-о давай там две головы вот она где залезла поэтому что ей нужно для заживления раны вот она большая в ней а это внучкой не дочка дочка такого помоложе бери все равно дождется она могла бы отобрать у нее нет и сбоку лежит они трогают культура воспитания и тот кирпичи если только разбито было кирпича 2 там больше он говорит даст 20 кирпичей сверх того чтобы только никто не знал конкуренция была а сегодня не хочешь не бери на поддоне лежит 20 рядов кирпича пять рядов уже раздавлены от тяжести так а мы кто такие как строится посмотрите старые храмы которые в пескоструем ощущают ни одной трещины нет так техника то какая а в один день сегодня в печку сунули и в печку вытащили а раньше не так было их сначала формировали кирпичи рига называлась ветер поддувает и она высыхает медленно медленно высыхает кирпич и только потом этот кирпич готовят для обжига а сейчас никак в один день его только из станка то есть из земли сформировала машина смесь эту сделала выдавила ее в печь сунули и как я в техникуме учился когда нас посылали на разгрузку этих обжигательных печей и под низ кладут эти бросали чтобы ходить поддоны кирпич поддоны двойные такие вот под ногами вспыхивали в огне поработают несколько минут убирали у меня крепкое было здоровье и там носом кровь идет то другое до конца выдерживал почти целый день работали воды пьешь ведро и на двор не сводишь все из тебя выходит я сегодня попутно сказал вот прошу кто вверху бывает здесь держит очень осторожно я плохо слышу а раньше я слышал слышал слух был необыкновенно хороший вот коров пасешь и коровы ложатся спать а спать охота корова тоже дремлет лежит и она на расстоянии коровы я сейчас не знаю сколько но не менее 6 метров корова 6 метров и я сколько мне лет там было лет 8 10 и я тоже прикорну маленькая лягу и корова поднимается и сухой травой ногу ногами задевает и я во сне слышу шорох травы во сне шорох травы корова поднимается я сразу поднимаюсь и поэтому потеря слуха как для меня весьма ощутимо если бы я не знал что такое вот такой обостренный тонкий слух я был не погонение это того считали что дьявол он на втором третьем этаже сидел и слышал что шепотом в подъезде говорят но я вот себя помню по шороху травы поднимался чтобы не проспать коров и из еще началось что у меня сегодня я рука лежала вот так а человек оттуда не веет если бы он еще чуть не промазал а кости хрупкие мог бы разломить руку все тяжести то есть будьте очень осторожны даже вот вы когда-то отдыхаете а я ночью стою с интернетом вожусь и я хожу на цыпочках чтобы не задеть и не затронуть не прочее ведь и сколько я взял не осторожно с кошкой поступили не осторожно русские осторожно японские солдаты очень внимательные китайские мария киристо доская и все они за чего изничтожены здесь полезное маленькое событие сколько из этим если у тебя что то есть а если ничего нет да мимо все это проходит ничего и человек сказать не может я у меня за окном там разные кормушки строя на воробьи ну и другой раз снегом занесет но воскресенье 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 всем воскресенье я стараюсь могу не могу скорее пойти им насыпать отходы голуби на этом жуланом отдельно семечек положить почему воскресенье да она же еще птица знает я знаю не они я знаю и поэтому стараясь голубям слазить и поздравить их с воскресенье но это уже дурь какая-то но серфим царовский так понимал фома аквинский так понимал проповедовал и волкам и медведям и и птицам и я не знаю я на этом не настраиваюсь а просто я внутренне чувствую воробей должен радоваться а почему все дышащие дохвалит господа то есть везде куда бы ты ни глянул везде везде священное писание пропитана у тебя буквально как серафим царовский чтобы ум плавал в евангелию а у чего начали то а то что сверху человек неаккуратно шагнул дальше у меня все сразу картина всплывает получение все богу славу